Всем привет, друзья! Вы на канале Роман с Хоккеем. Мы все еще в Уфе. И сегодня нам посчастливилось поговорить с лучшим бомбардиром прошлого плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, лидером Екатеринбургского автомобилиста Анатолием Голошевым. Всем привет! Анатолий, привет! Большое спасибо! У нас, на самом деле, еще ни разу не было разговора с лучшим бомбардиром. Вот так, чтобы мы отдельно нам дали возможность. Поэтому большое спасибо автомобилисту тебе за эту возможность. И начать хочу с того, что поздравить с Днем города. Вчера был День города Екатеринбург. Город гулял, социальные сети там ломились от количества контента. Я видел, что ты тоже в запрещенной сети выкладывал сториз. Вот я знаю, что отца перевез в Екатеринбург. Любишь город. Вот есть какая-то грустинка, что не удалось поприсутствовать на празднике? Ну, конечно, да. Но хорошо, что мы выиграли вчера. Сделали такой мини-подарок, да, городу. Ну, конечно, всегда хочется в такие дни для города быть дома, видеть это все. Но у нас такая работа, и ничего страшного. При этом у вас в Екатеринбурге, можно сказать, для всей страны, наверное, хоккейный предстоит в новом сезоне еще один праздник. Это переезд на новую арену. Ждешь ли ты этого? Конечно. Мы уже с нетерпением ждем переезда. И думаю, это событие чем-то большим обернется большим успехом. Надеюсь, и будем делать все возможное для этого. Ты знаешь, я думаю, что вот ваш кубковый поход в прошлом сезоне, он прям идеально по времени совпал. Потому что вы влюбили много новых болельщиков в вашу команду. И переписали историю клуба, завоевали бронзовые медали. И теперь еще предстоит исторический переезд. Вот ты как человек, который с автомобилистом столько лет. Что для тебя это все значит? Насколько это приятно, круто? Ну, переписали историю, да. Но могли большего. И если бы выиграли в седьмой игре, забили бы еще один гол, то совершенно было бы по-другому. И, конечно, да, все так сходится, что сейчас переезжаем на новую арену. Говорю, у нас большие ожидания от этого сезона. И народ в Екатеринбурге заболел хоккеем еще больше. И там город все очень с ума сходит. Я думаю, что мы должны для них сделать большой праздник в этом сезоне. Тяжелая ноша быть лидером и, можно сказать, лицом клуба? Да нет, это приятно. Это большая ответственность для меня и очень большая честь. При этом мне очень было интересно, насколько психологически, ментально трудно было проиграть Металлургу. Потому что чуть-чуть совсем не хватило. И при этом, наверное, от этого еще обиднее. Ну, конечно, это обидно, но надо принимать поражение. И мы не хотели, конечно, завершать сезон. Но так случилось. Опечалились, посидели, погоревали. Не знаю, пару недель, наверное, думали об этом. Обидно, но надо принимать это и делать выводы. И стараться, не знаю, сейчас новый сезон. И с нового листа все начинать будем доказывать, что это была ошибка. И будем стараться выйти в финал. Ты смотрел вообще финал? Конечно, смотрел. Тяжело было смотреть или как-то? Вот мы бы там сейчас. Да нет, ну, конечно, у тебя всякие разные мысли. Но просто смотрел уже со стороны болельщика. Вообще, есть хоккеисты, которые вообще не смотрят хоккей. А ты к этому как относишься? Ну, я не знаю. Я тоже особо не смотрю. Но, конечно, когда такие игры смотришь, так же, как финал Кубка Стейнли, допустим, смотрел. Или когда сборная России играет, смотрю постоянно. Немножко тогда уже к теме этого межсезонья. Ты подписал большой контракт на 5 лет. У нас вообще в России максимальное трудовое соглашение на 5 лет. А в КХЛ таких контрактов можно по пальцам одной руки пересчитать. И вот мне было интересно тебя спросить, каким нужно быть, по твоему мнению, человеком, хоккеистом, вот такой навес молодым хоккеистом, каким нужно быть человеком, чтобы организации, клубы в России готовы были подписывать такой длинный контракт? Думаю, чтобы не было, чтобы совесть не мучилась за то, что ты делаешь на льду. Отдаваться полностью, я думаю, хоккею и играть на команду. Не знаю больше. Нет никакого, да, секретного ингредиента? Думаю, нет. Что по новому сезону скажешь? Следил ли за трансферами? Какую команду считаешь самой сильной в плане того, кто сильнее всего усилился? Ну, думаю, что автомобилист, наверное, самая сильная команда. А так, не знаю, в Питере много народу, и Кузнецов вернулся, конечно, это самая, я думаю, большая трансферная новость такая. Но на самом деле, что много ребят сейчас без контрактов, которые, я думаю, достойны играть в КХЛ и на лидирующих позициях. Вот это как бы для меня непонятно. Это как-то подстегивает, ну, как считаешь, других хоккеистов, что нужно еще больше там трудиться, стараться? Да нет, в принципе, я думаю, сейчас уже, ну, я не знаю, меня точно не подстегивает. Я всегда отдаюсь полностью и на тренировках, и на играх на 100%. Как бы об этом не думаю. У меня есть своя работа, и я делаю ее. А ты упомянул игроков, которые без контракта. Одним из таких был Алексей Макеев, твой партнер по команде, которые вместе играли много лет. Если, общались ли вы вот в моменте, когда он еще был без контракта, и что думаешь по поводу того, что он подписал в авангарде? Ну, конечно, мы общались, постоянно были на связи, и переживал, да, за него, потому что это большой друг мой, и обидно, что он покинул команду. Вчера вот он подписал, поздравил его, и обидно, что он покинул команду. Вот, все. А как он, что писал, типа, вот я не могу найти там какие-то такие разговоры? Ну, не так. Мы просто тренировались вместе и на льду, и в зале, там, обсуждали какие-то варианты. Он говорил, что пока нету предложений и прочее. Ну, там, детали уже не буду рассказывать, это будет неэтично, я думаю. Ну, да, конечно. Еще одна такая тема, это изменение в правилах, и мне кажется, что как раз вот вас автомобили затронуло эти вот овертайм, то, что однажды вы сняли вратаря, и потом решили его вернуть, и вам дали за это две минуты, вот. Да, я помню, как раз я сменился, мне Николай Николаевич сказал, говорит, если сбрасывание проиграем, то иди на смену, типа, обратно. Он сменился, дали две минуты. Ну, сейчас, ну, в принципе, мы не использовали сильно в том году, и думаю, что мы в этом году точно не будем снимать вратаря. Да, ну, вот учитывая, что сейчас вот эти ноль очков, считаешь ли ты, что команды, которые этим пользовались, у них реально вот это было преимущество, и это решение правильное? Или вот какое у тебя мнение? Я думаю, что правильное решение, чтобы все равно, я думаю, для зрителей 3 на 3 лучше смотреть, чем в овертайме. Одна команда вчетвером играет, и другая просто обороняется, как-то такое себе, просто со стороны зрителя. Ну, да, получается, что лучше, когда 3 на 3, все-таки у всех есть шанс. Ну, конечно, да, бегаю туда-сюда. Что по новым срокам в плане предсезонки 1 августа? Норм, оптимально считаешь этот срок? Да, норм, да, если готовиться начинать заранее, то норм. Ну, конечно, мало времени на подготовку, и вот сейчас играем все еще под нагрузкой. Ну, в такие условия хорошо, что больше отдыха. А сколько нужно матчей вот на предсезонке оптимально, по твоему мнению? Да, у всех индивидуально, на самом деле, вот я сейчас сыграл 2 игры, и понимаю, что я еще не готов, так скажем, надо еще поиграть, и чтобы войти в сезон готовым. Кому-то хватает там 2 игр, кому-то 5 надо, допустим. Ну, я пока не готов. Еще не тот Анатолий Голушев, который был в плей-офф, да? Далеко, далеко не тот. Сколько процентов? Да, я думаю, что процентов 60, наверное. А, ну, уже неплохо, я думаю, вообще еще меньше. Еще одна тема, это то, что календарь расширили до марта. Я анализирую каждую команду, смотрю, что если раньше там были месяцы, у кого-то и 14 матчей было, у Куннуни, по-моему, в ноябре было вообще 15, сейчас в основном 10, 11, 9. Вот как считаешь, это лучше или лучше было, когда еще больше игр было? Да, сейчас, я думаю, сейчас вообще оптимально сделали, и больше будет и дней без игр, выходных, то есть все равно мы летаем много, и перестройка во времени. Сейчас, думаю, что вообще оптимально сделали, посмотрим в конце сезона, расскажу. Хорошо, договорились. Ну, еще одна такая тема, она касается больше медиа-составляющей, у тебя достаточно много подписчиков запрещенной социальной сети, сейчас такой тренд идет на телеграм-канал, а ты, как лицо автомобилиста, не думаешь ли о том, что пора завести канал, и чтобы болельщике такое место силы для Екатеринбурга будет? Ну, у нас вопрос спрашивали на дне болельщика, и на самом деле у меня не так много свободного времени, чтобы, не знаю, выставлять что-то, писать. Смотрю за пацанами, кто это делает, там, Якупов, Бучневич подписан на них. Ну, думал об этом, но у меня не так много времени, может быть, когда-то сделаю. Но стараюсь свободное время проводить с семьей, с детьми, в принципе, просто отдыхать от телефона. Понятно, ну, это тоже хорошая вещь. Большое спасибо, Анатолий, желаем удачи в новом сезоне. Спасибо большое. Будем надеяться, что будете лучшим бомбардиром и в регулярке, и в плей-офф. Буду стараться, спасибо. Спасибо.